Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте все любящие чтение Слова Божия! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания «Исход». И с вами снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Переринской Срединской Духовных Семинарий Российского Православного Университета. На прошлом занятии мы с вами остановились, вернее, закончили 21 главу книги «Исход». И главная мысль, которая говорит о юридических вопросах закона Божия, которые были даны Моисею Богом на горе Синай, кроме десятисловного закона, который содержится в 20 главе, 21 закон регулирует отношения людей между собой по отношению к Богу и человека, с человеком в израильском обществе. И мы видели с вами, что было сказано, что глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рано за рано, ушиб за ушиб. Иногда многие, когда читают, как я уже говорил, в Священном Писании, говорят, что Ветхий Завет был злой, но на самом деле это не совсем так. Именно в Ветхом Завете, в Торе сказано то, что потом Господь процитирует Иисус Христос, именно из этой главы заповедь, когда спросят, какая наибольшая заповедь в законе, он скажет «Возлюби Господу Бога твою всем сердцем, всем помышлением твоим, всей крепостью твою и ближнюю твою, как самого себя». Это излагается именно в Ветхом Завете. Но здесь, когда говорится, что если ударит тебя глаз за глаз, зуб за зуб, Блажен Августин говорит о том, что это как раз воздерживает человека от нанесения другому человеку сверхмеры злобы. Вот как он пишет. «И услышав одно бранное слово, удовлетворится ответить одним подобным же. Напротив, он будет чрезмерно наказывать, либо в порыве гнева, либо справедливо считать, что оскорбившим первым должен быть оскорблен больше, чем тот, кто не оскорблял. Таких людей, по большей части, продолжает Блажен Августин, сдерживает закон, в котором написано глаз за глаз, зуб за зуб, что означает. Что это означает? Что наказание не должно превышать преступление. И это, пишет Блаженный, начало мира. Однако, совершенным является тот мир, который вовсе не хочет наказания». Конец цитата. То есть мы видим, что Блаженный Августин говорит, что часто человек не может сдержаться, и когда ему скажут одно слово, он готов ответить не одним, а несколькими. Если его ударит, он готов ответить не ударой, не той же меры, а сверх превышания, сверх этой меры. И в этом смысле многие отцы церкви, не только Блаженный Августин, видят в этом начало меры, начало любви, чтобы человек не воздавал большим злом за зло, которое сделано ему. Но впоследствии Новый Завет уже будет говорить о том, что если ударили тебя, то есть о смирении, то ты тогда можешь и подставить, если стяжал смирение, и другую щеку. То есть не выдавать злом за зло. И мы с вами начинаем 22 главу. 22 глава. Здесь дальше продолжаются юридические законы, как это будет во всей этой главе. И она начинается следующими словами. Если кто украдет вола, или овцу, или заколет, или продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 за овцу. Здесь понятно, юридическая такая мера за меру, но интересно, что за вола нужно заплатить 5, а за овцу 4. Почему такая математика? Ну понятно, кто такой вола, кто такой овца. А вола это, в общем-то, ну да, некто такой, кого можно запрячь, на кого можно пахать, на нем можно работать, но овца не поработаешь. Поэтому он более ценен. И Господь дает такое предписание. Дальше сказано, если кто застанет вора, подкапывающий ударит его, так что умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло на днем солнце, то вменится ему кровь, укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Мы видим, что здесь, говорится, закон регулирует вопрос о воровстве. Если человек, например, ворует не просто с поля, а это, по сути, уже то, что близко к грабежу, то есть он залазит, подкапывает. Но если человек не видит, например, хозяин дома, кто к нему влез, и он вдруг его ударит в темноте, и тот умрет, то сказано, что он не повинен. Потому что он не видел, с оружием был этот человек, без оружия, может он действительно был с ножом и хотел его убить. И в этом смысле он как бы защищает себя. Но если видел, как сказано, если зашло солнце, и ударил, и убил, видел, что человек был без оружия, не позвал на помощь соседей, не поднял крик и шум, то тогда считается, что он повинен в его крови. И здесь, например, по этому поводу Иоанн Златоуст пишет следующее. Такая цитата, даже вот Григорий Великий сначала, лучше бы интересно посмотреть. Вот он пишет о суровости двух заветов. Некоторые думают, что заповедь Ветхого Завета суровее, чем заповеди Нового. Но на самом деле они заблуждаются в таком недальновидном служении. Ибо в том карается не скупость, но хищение. Там вещь, неправедно изъятая, возмещается в четверо. А здесь богач порицается не за то, что украл чужое, но за то, что не отдал своего. Он напоминает нам Ветхий Завет, Евангелие от Луки о богаче и Лазаре. То есть, действительно, здесь человек порицается за то, что он украл чужое, а там, что он просто пиршенствовал блистательно. То есть, ничего плохого он, в общем-то, людям не делал. И далее Григорий Богослов, святитель, продолжает. И не говорится, что он кого-то притеснял силою, но что превозносился из-за вещей приобретенных. Конец цитаты. То есть, здесь мы видим, что само превозношение в Новом Завете уже осуждается Господом над другим человеком. Что еще интересно увидеть по этому вопросу здесь? В Священном Писании Ветхого Завета мы нигде не встретим, что у народа израильского были свои тюрьмы. Тюрьмы – это изобретение языческое. Мы помним, когда Иосиф попал к язычникам, Иосиф Прекрасный, то его действительно посадили в тюрьму. То есть, как переводится это с евритой, в некую круглую яму, где он продолжительное время находился и сидел. Заворовство. Раньше в книге Левит сказано о том, что в той главе, что заворовство должно быть принесено покаяние. Как мы видим, сколько человек украл, он должен это возместить. То есть, тюрьма, такого понятия в Священном Писании, что оно было у израильтян, его нет. За воровство всегда человек должен был воздать, сколько он воздал, либо, как я уже сказал, принести покаяние, прилюдное покаяние перед священниками, перед народом. Единственное, что в Священном Писании мы находим, что человек может держаться под стражей. То есть, это какое-то непродолжительное время, когда проходит расследование. И в этом смысле наши законы, они далеко ушли от законов Ветхого Завета, от, в общем-то, теократического государства. А здесь народ израильский управлялся именно Богом. Это не была демократия. Потому как мы увидим, что и большинство часто бывает неправо. И это в Священном Писании Ветхого Завета ярко будет показано. И поэтому так и сказано, что, например, у псалмопевца Давида, 118-й псалом, псалмопевец Давид говорит, «Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему». То есть, люди устроили тюрьмы, вопреки закону Божию. И мы читаем далее. «Если украдено, 4 стих, найдется у него в руках живым, вол или то ли осел, или овца, а путь заплатит вдвое». А вдвое не имеется в виду в два раза больше, а вдвое. То есть, если здесь сказано, если украдет кто, а потом сказано о воровстве, то есть, как о грабеже в форме, то не пять уже, а десять волов, и не четыре овцы, а восемь. То есть, вдвое относительно того, если человек увел с поля, например, а то ли делал, залез и ограбил. Грабеж – это всегда разбой, воровство – это всегда хуже, чем просто воровство такое тихое. Вот, например, Иоанн Златоуст пишет по этому поводу. «Пойманный вор возвращает в четверо больше похищенного им, но разбойник хуже вора. Если вор должен возвращать в четверо больше украденного им, то разбойник в десятеро или еще больше. Хорошо, если таким образом он сможет получить прощение своего греха. Плода же милостеней он и тогда не получит». Потому Закхей сказал, если мы вспомним с вами Евангелие от Луки, то, что здесь сейчас, о чем будет говорить селитель Иоанн Златоуст, 19 глава. Закхей тогда, когда он забрался на дерево и увидел Христа, он сказал, «Если у кого чем обидел, воздам в четверо, и поламерину имени моего я отдам нищим». То есть, сразу становится понятен смысл. Он себя, по сути, говорит «я вор». То есть, он себя обвиняет в воровстве и кается в этом. А так непонятно, если мы не знаем этих законов, почему в четверо, почему не в десять раз и не в два раза. «Если же во времена закона следовало продолжать Златоуст и возвращать в четверо, то тем более в царстве благодати. Если вор обязан это сделать, то тем более разбойник. Ведь кроме убытка здесь еще и большая дерзость». Конец цитата. Видите, он говорит о грабеже. То есть, если подкоп совершил, залез. И поэтому, в этом смысле, снова повторю, что тюрем действительно не было в понятии народа израильского, когда он находился под водительством самого Бога, когда Бог давал ему эти законы. Но потом мы знаем, что такое тюрьма. Ну, тюрьма, на самом деле, это такое место, где люди учатся друг у друга. И, как мы знаем об этом, многие об этом свидетельствуют, набирается опыта. Если человек попал там за какую-то мелкую кражу, то, выйдя оттуда, он часто уже становится таким профессиональным вором. Мы видим, что, в общем-то, это некая степень рецидива. Он попадает потом уже и несколько раз. Поэтому смысл тюрем – это, снова повторю, языческое изобретение. И ничего общего не имеет к народу израильскому и заповедям, которые Бог давал своему народу. И мы читаем с вами далее, что в 22 главе 7-15 стих сказано о том, что имущество, которое отдается на хранение, оно должно быть человеком, которым им пользуются, или в аренду, если дано человеку, должно быть, тот человек должен им пользоваться бережно. То есть нельзя так относиться к тому, что не твое, и ты взял во временное пользование с каким-то пренебрежением. Сказано, что если даже это то, что человек взял, потерпит ущерба, то человек, который пользуется этим в аренду, он должен понести то же наказание и выплатить хозяину. Так и сказано. Что если даже, например, вещь, которая ему была дана, он за ней не следил тщательно, например, взял он вала для того, чтобы пахать свою землю, но ушел, и вдруг вала, как об этом говорится, загрызли волки, то он повинен, а если он был рядом и отбивал, то не повинен. То есть законы Ветхого Завета, данные своим Богом, они очень четко регулируют, как мы с вами видели и в 21 главе, намеренный и непреднамеренный. С небрежением человек относился или он действительно пренебрегал тем, что он взял. В Новом Завете уже будет сказано больше того. Будет сказано так, что кто дело Божие делает с пренебрежением, тому грех. То есть проповедует ли человек, учит ли он, творит дела милосердия, строит ли он храм. Все, чем бы он ни занимался, если он делает это с пренебрежением, спустя то, что есть такая пословица, спустя рукава, так как бы нехотя, то за это он будет так или иначе посрамлен и наказан Богом для его же исправления. Вот эти стихи, может, можем их прочитать, если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, седьмой стих, и они украдены будут из дома его, то если найдет вор, пусть он заплатит вдвое, а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет перед судей, что не простер руки свои на собственность ближнего своего. То есть приходит человек и говорит, у меня украли. А откуда знаем, что украли или не украли, может быть, он сам себе присвоил. И тогда сказано, что он должен предстать перед судей и поклясться, что он этого не делал. Клятва в то время была не как сейчас люди к ней относятся с пренебрежением. Народ израильский только что видел и чудеса, и Бога, который вывел его из земли египетской, поэтому они очень боялись Бога. И клятву преступления они видели, как в народе израильском человек карался, который приступал самим Богом, который приступал к клятвы. И далее так говорится, что клятва перед Господом, 11 стих, да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, вот о чем я говорил, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит, то есть действительно он не виноват, и он старался как-то заступиться, но здесь сильно был неравный, лев напал. Если кто займет у ближнего своего, говорится о займы, скот, и он будет поврежден, и у им лета хозяина его не было при нем, видите, он не охранял, не пренебрегал, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наем за деньги, то пусть и пойдет за ту же цену, то есть вернет обратно. И далее 22 глава, 16 стих, говорится следующее. «Если обольстит кто девицу, не обрученную, и переспит с нею, пусть даст ей вена, то есть выкуп, и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается за вену девица». Здесь говорится не о том, что он изнасиловал. Давайте так внимательно читать Священное Писание. Сказано «обольстит», то есть, ну, как у нас в народе есть такая пословица, «обещал жениться и не женился», то вот пусть он тогда возьмет ее в жены. А если вдруг отец не хочет, заметьте, не он не хочет, а отец не хочет, чтобы она вышла за него, то должен заплатить ему еще большую цену. Но не сказано именно о том, что взял ее силой. А о том, что если кто взял силой, об этом говорится в книге «Второзаконие», 18 глава. Там сказано, если схватит женщину, какую возьмет, там уже более строгое наказание сказано, вплоть до того, что он должен быть предан смерти, насильник. Да, я вот говорил про тюрьмы, но в Священном Писании очень часто мы встречаем, когда сказано, кто злословит отца или мать смерти, да умрет. Потом сказано о том, что кто ударяет отца или мать, смертью умрет, должен побить камнями. Действительно, в этом отношении закон был очень строг. Если сказано «смертью да умрет», не означает, что народ производил над ним суд. Сам Бог производил над таким человеком суд, потому что сказано в Пятой заповеди Десятисловного закона о том, что почитая отца и мать, дабы проделились дни жизни твоей на земле. Обратная перспектива, если ты не почитаешь отца и мать, то для них жизни твоей сократятся, то есть ты умрёшь. И Бог накажет тебя. Это была заповедь очень такая строгая. О почитании родителям это и понятно. Если человек не слушается своих родителей, мы знаем, что чаще всего с ним происходит. То есть он попадает в какие-то неприятные, мягко говоря, компании, и в общем-то, где царит полное распутство, блуд, наркотики и прочее. И в этом смысле заповедь это предупреждает о послушании детей своим родителям. Более даже мягко мы видим отношение к воровству. То есть здесь должно быть какое-то покаяние, потому что здесь не повреждается сам институт общества, институт семьи. Итак, далее мы видим, читаем 18 стих. «Ворожея не оставляй в живых». Тоже видим достаточно строго заповедь. «Ворожея не оставляй в живых». О чём здесь речь? Да, если более точно перевести эти стихи, то сказано «Ворожея не давая ему жизни, не питая, не подпитывая его жизни». О чём здесь хочется сказать закон Божий нам с вами, что дьявол, он не имеет своего бытия. И поэтому всякое вражда, всякое колдовство, а ворожея приводится с еврита как «мехашефа», всякий такой вот колдун или экстрасенс, или жрец, он всегда пользуется, ну скажем, искажённой благодатной энергией, что ли. Дьявол не имеет своего начала, поэтому он берёт повод от заповеди и всегда её извращает. И в этом смысле, ну как принц сегодня говорит в современном мире, что колдуны, они как бы духовные вампиры. И заповедь звучит так, что «Ворожея не оставляя живость», то есть не подписывая, не давая ему возможность искажать поклонение истинному Богу, и тем самым как бы подпитывая его жизнь. Потому что, снова повторю, дьявол и слуги его не имеют своего бытия. Далее «Всякий скотоложник добудет предан смерти». Очень была строгая заповедь, потому мы видим, что не случайно идёт после «Ворожея не оставляя живых», и сразу сказано «Скотоложник», потому как это были языческие ритуалы, в общем-то сатанинские ритуалы, где практиковалось скотоложество как некую форму поклонения языческим богам. Вот, например, в книге «Второзаконие» 18 глава 10 стиха, так и говорится, мы можем с вами прочитать по нашей уже традиции, мы вместе изучаем Священное Писание, открыть эту главу. 10 глава с 18 стиха, здесь Моисей говорит, да, это «Разгонник», который… Сейчас, секундочку. 18 глава с 10 стиха, вот так и сказано. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародея, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающих мёртвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, из-за сието мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Видим, что это называется мерзостью перед Богом. Здесь, в общем-то, перечисляется 9 таких, если посчитать, гадатель, ворожея, чародея. Делается это не случайно в Законе Божьем, для того, чтобы кто не нашёл дьявол, как сказано, всегда ищет какую-то лазейку и не извратил, сказал, но вот эта форма колдовства, она, в общем-то, не вменяется. Вменяется и вражей, и гадатели, и чародеи, и обаятель, вызывающий духов, и волшебник. Это есть мерзость перед Богом. И мы читаем далее, сказано о том, что «пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами земли египетской, ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притесняешь их, то когда они вас запьют ко мне, я услышу вопль, и воспламенится гнев мой, и убьют вас мечом, и будут жёны ваши вдовами». Да, то есть здесь напоминает Господь, что народ израильский сам был пришельцем, и нам это в духовном смысле говорится о том, чтобы мы не унижали людей, которые около церковной. Вот часто у нас бывает такая критика, и я её встречаю неоднократно, вот когда бываю в каких-то поездках, и там в разных аудиториях, а мне даже говорят, когда записи видят, «Как вы там проповедуете? А что это там женщины в брюках? А что это там эти люди как-то сидят там нога на ногу?» Я всегда объясняю, что я миссионер, и моё миссионерское служение – это идти туда. Если Христос сам сошёл в ад, то, в общем-то, для миссионер нет такого места, куда он не мог пойти с несением Слова Божьего. Поэтому здесь нужно понимать, и нам с вами помнить, те, которые стали православными, что мы тоже когда-то такими были. И Господь у нас призвал в свой чудный свет. Поэтому заповедь, она очень хорошая, что «не судите, да не судимы будете». Мы можем судить только внутренних, которые внутри церкви, которые вне судить не можем. Поэтому здесь и сказано, что пришельца твоего не притесняет, то есть человек такой околоцерковный. Далее сказано, «Если дашь деньги взаймы, 25 стих, бедному из народа моего, то не притесняй его, не налагай на него роста». Очень важная заповедь. Священное Писание запрещает ростовщичество. Нельзя человеку давать взаймы для того, чтобы потом на нем обогатиться. То есть для того, поставить его в такие условия, чтобы он в дальнейшем ему было тягостно выплатить то, что он взял. Священное Писание, снова повторю, запрещает ростовщичество. Проценты и щедрость. Вот Климент Александрийский, между прочим, пишет по этому поводу. «Если даешь деньги взаймы». Цитата. «Закон запрещает брату давать деньги под проценты. Братом, называя не только родившегося от одних и тех же родителей, но и предлежащего к одному и тому же роду, имеющего одни и те же традиции, причастника одного и того же слова. Закон не считает правильным брать проценты сверх, но давать щедрой рукой и с благими мыслями нуждающимся. Ибо Бог является творцом этого доброго намерения». И смотрите, как он подчеркивает, свидетель Климент Александрийский. «Щедрый же человек уже получает значительные проценты, особо ценимые людьми». Какие же? Хорошие отношения, почтительность, уважение, доброе имя и славу. Конец цитаты. Разве не так? Действительно, тот человек, который дает, он уже получает этот процент. И какие? Хорошие отношения. Все люди к нему относятся с уважением, жертвы или им. Почтительность. Разве не так? Уважительнее уважение. Точно. Доброе имя. Точно. И слава. Поэтому члены Писания очень строго с этим вопросом говорит и нас предупреждает. И далее мы читаем с вами 27 стих о том, что бедный может возопиять к человеку, и тогда Господь его покарает. Вот Василий Великий пишет, «Осужденным от Бога оказывается и тот, кто бедному не отдает назад заклада. На такого человека изрекается угроза. Сказано, когда возопоет ко мне, и не получивший назад своего заклада, я услышу его, ибо я милосерд. Опасно также и преступно, предупреждает святитель Василь Вики, опасно также и преступно было жать оставшиеся после первой жатвы, вторично, обирать виноград и маслины, потому что надлежало оставлять это бедным. Это был закон для народа израильского. Никто не подбирал, никто не мог сажать за то, что люди подбирали колоски. Мы знаем, что в нашей истории, к сожалению, в нашей плачевной истории государства это было. Здесь, наоборот, предписывается, что не добирать даже до конца, потому что есть бедные, и чтобы им что-то осталось. И свидетель Василий Великий заключает так, если же предписывалось это жившим под законом, то что скажем о живущих во Христе? Господь говорит им, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Конец цитаты. То есть Господь здесь нас предупреждает о жадности, чтобы мы не были жадными и что-то оставляли и для бедных, потому что о бедных Господь заботится и печется. И 22 глава, она заканчивается тем, что 32 глава, 31 стих так и сказано, «И будете у меня людьми святыми» и вот что интересно еще есть повеление «И мясо, растерзанное зверем в поле, не ешьте, сам бросайте его». То есть звучит запрет на удавленную. Тоже немаловажно. Мы его встречаем уже в Новом Завете на Первом Соборе Иерусалимском, 15 глава, 28 стих книги «Деяния апостолов», где сказано, как принимать язычников в церковь. Тоже есть заповедь о запрете на вкушение крови и также запрете на вкушение удавленных. То есть мы видим, что 22 глава, она перед нами ставит, казалось бы, разбросанные законом таким повелением. На самом деле это не совсем так. Мы видим, что здесь постановление о краже и возмещении. Дальше различные возмещения о вдовах и сиротах, о займах, обетах и приношениях. То есть законы, они даются в неком таком порядке, если внимательно прочитать, то можно здесь увидеть и духовную мудрость, о которой, когда мы будем обобщать все главы книги «Исход», мы еще вернемся, чтобы сделать общий обзор. «Исход», «Исход» это жизнь» Продолжение следует...